Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня 16 июня, мы находимся в саду Alma Production Абинского района Краснодарского края и общаемся с Галиной Валентиновной. Добрый день, Галина Валентиновна! Добрый день! Галина Валентиновна, ну уже, можно так сказать, первая половина сезона подходит к концу, и я хотел бы у вас спросить, как развивались болезни? Какие особенности были у развития Парши и особенно развития канидиальной стадии? Канидиальная стадия Парши, она проявилась в этом году в пределах среднем многолетних сроков, ближе к ранним срокам, которые мы фиксируем ежегодно. То есть это у нас было начало третьей декады апреля, и по сути, по зонам это отличалось в течение двух-трех дней разница была. А так это, в общем-то, довольно характерный срок. Но вот дальше развитие и Парши, и других вредных видов у нас в крае, оно очень сильно зависело от тех погодных условий, которые были в этом году в первой половине. Они были очень нетипичные. У нас были низкие температуры для этого времени года и выпадение большого количества осадков. И вот это как раз привело к тому, что часть видов, она развивалась медленнее, чем обычно. То есть, прежде всего, инкубационный период канедиальной стадии Парши, он был довольно-таки растянутый. Поэтому мы не сразу увидели это проявление. И последующие периоды тоже были, второй и третий, тоже были достаточно протяженные. Но в связи с тем, что выпадало большое количество осадков, приходилось делать довольно сближенные обработки, потому что была все время угроза высокого инфицирования. Из-за высокой влажности и очень большого периода продолжительности увлажнения листа. Развитие Парши вы рассказали. Но есть такое заболевание, как мучнистая роса. Насколько активно она развивалась и какой был запас в этом году по мучнистой росе? Мучнистая роса очень хорошо перезимовала. И опять же скажу, что в тех садах, где, может быть, не до конца сделали обрезку, не успели провести. Или большой был запас, они сделали обрезку с укорачиванием. Первичная инфекция мучнистой росы очень хорошо сохранилась. И проявление мучнистой росы к анедиальной стадии вторичной инфекции тоже было в пределах среднем многолетних сроков и ближе к ранним. То есть это по зонам края первая декада или конец первой декады апреля или начало второй декады апреля. Дальше, к сожалению, для мучнистой росы и хорошо для садоводов заболевание находилось в стадии депрессии, потому что было пасмурно и шли дожди. А мучнистые росиные грибы, они прорастают при прямом солнечном свете. Поэтому большого нарастания заболевания до настоящего времени особенно не было. Но с середины первой декады июня как раз таки заболевание пошло на нарастание. И вот сейчас существует большая опасность того, что может выйти мучнистый налет на плоды восприимчивых сортов. Поэтому тоже надо предпринимать соответствующее мероприятие, то есть обязательно применять эффективные препараты против этой болезни. Если отойти от яблони к другим культурам сада, косточковым, какие в первой половине сезона были наиболее вредоносные заболевания именно на косточковых культурах? Вот на косточковых культурах прежде всего пойдет сейчас речь о черешне, сбор которой сейчас находится в самом разгаре. И вот очень серьезная ситуация сложилась в этом году с заболеваниями на этой культуре. Из-за того, что опять же низкие температуры и продолжительные осадки, они вызвали раннее проявление кокомикоза. Сначала на листьях, а потом и на плодах. То есть мы видим на плодоножках налет, очень серьезное повреждение плодоножек, и на плодах большие темные пятна с налетом. И второе заболевание, которое тоже сейчас на черешне очень актуально, это клеастероспариоз, потому что именно он вышел на плоды. И были поражены как незрелые плоды, так уже и созревающие. И в некоторых, скажем так, зонах это очень серьезная проблема. Что касается сливы, то здесь в первую очередь сейчас активное нарастание вирусных заболеваний, которые мы видим. И в отдельных зонах тоже на восприимчивых сортах мы наблюдаем выход шарки на плоды. Поэтому тоже, скажем, нужно применять обязательно препараты, чтобы удержать развитие этого заболевания. Редактор субтитров А.Семкин